Всем привет! Этот обзор мы посвятим долгожданной новинке от AMD – видеокарте Radeon RX 480. Релиз нового поколения видеоускорителей компании AMD ожидался с не меньшим интересом, чем дебют 16-нанометровой микроархитектуры NVIDIA PASCAL. На данный момент известна подготовка трёх видеокарт линейки AMD Radeon RX 400 – RX 460, 470 и 480. Они нацелены на целевой сегмент от 100 до 239 долларов, то есть попытаются отнять рыночную долю у NVIDIA GeForce GTX 750, GTX 750 Ti, GTX 950 и GTX 960. Позднее в этом году микроархитектура NVIDIA PASCAL появится и в этом ценовом сегменте, позволив полноценно сравнить уровень новых продуктов в двух конкурирующих лагерей. Для начала давайте рассмотрим предварительную сводную таблицу технических характеристик моделей серии AMD Radeon RX 400 с их предшественниками. Во-первых, в бюджетном игровом диапазоне, это 100 долларов, уже несколько лет не было обновления микроархитектуры, ведь второе поколение AMD GCN было представлено в 2013 году. Во-вторых, переход с 28 на 14 нанометров позволил существенно сократить площадь кристалла и в некоторых случаях увеличить количество структурных блоков в составе GPU. В-третьих, увеличение тактовых частот работы видеопамяти позитивно отразилось на повышении пропускной способности. И, наконец, заявленный уровень производительности заметно вырос с одновременным понижением теплового пакета. Всё это вселяет надежду на высокую конкурентоспособность новинок. Что касается микроархитектуры и полезных технологий, то AMD постарались, и для их полного описания нужно делать отдельный обзор. Поэтому, кому интересны все детали, переходите на наш сайт по ссылке в описании видео, там всё подробно изложено. Здесь же давайте вкрасно взглянем на некоторые из них. Для AMD Polaris была выбрана наиболее совершенная на данный момент 14-нанометровая FinFight-технология, реализована на фабриках Samsung и Global Foundries. Использование FinFight-транзисторов позволило снизить рабочее напряжение на 150 мВ в сравнении с предыдущим поколением, что эквивалентно уменьшению 30% потребляемой мощности. В результате всех модификаций производительность вычислительного блока в AMD Radeon RX 480 выше на 15%, чем у AMD Radeon RX 9 290. Помимо этого, в AMD Polaris появился абсолютно новый блок аппаратного планировщика для синхронных вычислений. Он позволяет снять часть нагрузки с процессора, сбалансировать распределение задач и ресурса в режиме реального времени и помочь в обработке VR-контента. API Vulkan разработан консорциумом Chronos Group, который стоял за созданием стандарта OpenGL. Vulkan позиционируется в качестве его преемника, а также он является своего рода наследником AMD Mantle, поскольку в процессе создания API Vulkan компания AMD поделилась многими наработками из API Mantle. В результате разработчики получили новый программный интерфейс, обеспечивающий полный доступ к производительности, эффективности и функциональности GPU, линейки AMD Radeon и мультипроцессорных систем. Согласно внутренним тестам компании AMD в играх с DirectX 12, модель AMD Radeon RX 480 выглядит лучше внутреннего конкурента в лице Radeon RX 9 380X и внешнего в виде NVIDIA GeForce GTX 970. Технология виртуальной реальности или VR – это настоящий подарок судьбы для всей компьютерной индустрии. Пытаясь охватить большую базу потенциальных покупателей, компания AMD наделила RX 480 достаточной вычислительной мощностью для вывода VR-контента с надлежащим уровнем качества. А благодаря улучшенной поддержке синхронных вычислений и использованию техники Quick Response Q удалось реализовать, например, функцию Oculus Asynchronous Time Warp, которая повышает стабильность вывода изображения. Пробежавшись по некоторым теоретическим моментам, переходим к знакомству с самой новинкой. Внешний дизайн новинки достаточно сдержанный. Защитный кожух полностью закрывает лицевую и верхнюю часть видеокарты, хотя сама печатная плата достаточно компактная. В результате часть системы охлаждения с вентилятором выходит за её пределы. И неспроста. Таким образом достигается захват воздуха с двух сторон, что важно в случае плотной установки компонента внутри корпуса. Немного разбавляет строгий дизайн модели лишь надпись Radeon, которую можно заметить на лицевой и верхних сторонах. Здесь же выделим один дополнительный шестиконтактный разъём PCI-E, который обеспечивает 75 Вт питания. Ещё 75 Вт можно подвести с помощью интерфейса PCI-Express 30X16. Кстати, кожух системы охлаждения никоим образом не препятствует подключению соответствующего кабеля. Сняв систему охлаждения, можем полюбоваться достаточно компактной печатной платой с плотной компоновкой ключевых узлов. В глаза сразу же бросается графический процессор AMD Polaris 10 с защитной рамкой, которая снижает риск повреждения кристалла в случае демонтажа или установки системы охлаждения. В основе новинки используется графический процессор AMD Polaris 10 или Elsemere XT. Он создан на базе 14-нанометровой FinFed технологии и 4-го поколения микроархитектуры AMD GCN. В его составе присутствует 2304 потоковых процессора, 144 текстурных и 32 растровых блока. Базовая частота его работы составляет 1120 МГц, а динамическая достигает 1266 МГц. Память тестируемой новинки набрана с помощью 8 GDDR5 микросхем Samsung, общий же объём составляет 8 ГБ. Эффективная скорость их работы достигает 8000 МГц, что при 256-битной шине дают пропускную способность на уровне 256 ГБ в секунду. Отметим, что в продаже могут быть версии с эффективной частотой 7000 МГц, которые будут стоить чуть дешевле. На интерфейсную панель новинки вынесены 4 порта – 1 HDMI 2.0b и 3 DisplayPort 1.4. То есть максимальное разрешение может быть следующее. Эталонный вариант AMD Radeon RX 480 оснащён двухслотовой системой охлаждения с уже привычным радиальным вентилятором. Согласно нашим измерениям, размеры видеоускорителя с установленным кулером составляют 256 на 112 мм. Под защитным пластиковым кожухом можно увидеть массивный алюминиевый радиатор с медным основанием и продольным расположением лопастей, а также дополнительный низкопрофильный радиатор для охлаждения микросхем памяти и элементов под систему питания. Роль активного элемента взял на себя радиальный вентилятор от First D. Его высота составляет 22, а диаметр – 65 мм. В автоматическом режиме работы системы охлаждения при максимальной нагрузке температура графического процессора достигала 82 градусов. Вентилятор вращался на 53% от своей максимальной скорости, создавая слабый фоновый шум, который абсолютно не мешал комфортной работе за компьютером. В режиме простоя кулер работал почти бесшумно на 19% от своей максимальной мощности, удерживая температуру GPU на уровне 44 градусов. Посторонних звука в виде свиста дросселей при тестировании мы не зафиксировали. В целом видим, что используемая система охлаждения обеспечивает комфортные акустические показатели в режиме автоматической работы и гарантирует хороший запас прочности для веркокерских экспериментов, но уже ценой повышенного шума. Всё же отсутствие тепловых трубок, сравнительно компактный алюминиевый радиатор и использование единственного вентилятора, пускай и очень мощного, даёт о себе знать. Наибольший интерес при анализе тестовых результатов вызывается поставление показателей RX 480 с конкурентами в её ценовом диапазоне. Таковыми можно считать GeForce GTX 960 и Radeon R9 380X. Но обе они продемонстрировали существенное отставание. Солидный заводской разгон видеоускорителя EVGA GTX 960 4GB SC Gaming позволил сократить отставание до 26,5% во всех тестах и до 25% в Full HD бенчмарках. В свою очередь отставание HES R9 380X Ice-Q X2 Turbo составляет чуть более 20 и 21% соответственно. Более дорогая GeForce GTX 970 смогла вырваться вперёд в среднем лишь на 4,6% во всех тестах. В бенчмарках с Full HD разрешением её преимущество достигает в среднем 6%, но даже оно не перекрывает разницу в цене. Напомним, что на момент анонса её ценник составлял 329 долларов. GTX 980 в среднем на 28% во всех тестах и на 27% в Full HD удалось опередить RX 480. Но опять же, начальная стоимость GTX 980 составляла 549 долларов, что более чем в 2 раза выше рекомендованного ценника тестируемой новинки. Одним словом, если AMD удастся удержать стоимость своего продукта возле рекомендованного уровня с помощью больших запасов видеокарт в магазинах, то у AMD Radeon RX 480 есть все шансы стать бестселлером в своей категории. В завершении анализа тестовых результатов хотим несколько слов сказать об общем уровне энергопотребления тестовых систем с рассмотренными видеокартами. RX 480 отлично смотрится на фоне внутреннего конкурента Radeon R9 380X и схожей по производительности модели GTX 970, но всё же проигрывает GTX 960. Для оверкокерских экспериментов мы использовали утилиту Asus GPU Tweak 2, поскольку именно в ней наилучшим образом на момент тестирования была реализована поддержка новинки. При повышении показателя Power Limit на 40% номинальное напряжение на графическом процессоре увеличивалось до 1081-1118 мВт. В результате удалось повысить тактовую частоту графического процессора на 230 МГц, прирост 20,5%. Эффективную скорость видеопамяти удалось поднять с 8000 до 9180 МГц, это прирост почти в 15%. Скорость вращения вентилятора при этом была зафиксирована на максимуме. Запуск бенчмарка MSI Combustor в таком режиме разогрел GPU до 77 градусов. Пришлось даже снизить частоту графического процессора до 1340 МГц, а памяти до 9048 МГц. В свою очередь новый Doom оказался более щадящим к GPU. Никаких снижений частот не потребовалось, а температура GPU поднялась лишь до 72 градусов. А это значит, что при желании, для игровых нужд, можно и дальше экспериментировать с разгоном. Поднятие частоты GPU и оберклокинг памяти обеспечили почти 13% прирост производительности, который в среднем позволяет наверстать разницу между более дорогой NVIDIA GeForce GTX 970, а также улучшить отрыв от GTX 960. Небосклон графических адаптеров озарили новые звезды семейства AMD Polaris, с которыми мы познакомились на примере Radeon RX 480. Компания AMD отлично потрудилась, чтобы сделать новинку желанной гости в компьютерах многих любителей игр. Во-первых, она обеспечила ей передовой 14-нанометровый FinFight Tech процесс для улучшения энергоэффективности и интеграции большего количества компонентов в структуру графического процессора, что позитивным образом сказалось на его производительности. Во-вторых, она улучшила микроархитектуру AMD GCN, а также реализовала поддержку HDR-мониторов и VR-устройств. А ведь мы говорим о сравнительно доступной модели с рекомендованным ценником 239 долларов для 8-гигабайтной версии. В-третьих, она поддержала любителей разгонных экспериментов, снабдив их необходимыми аппаратными и программными компонентами для достижения более высоких результатов. В итоге в номинальном режиме RX 480 лучше своих прямых конкурентов и лишь минимально уступает более дорогой GeForce GTX 970. А с помощью разгона и эту разницу можно наверстать. Если же смотреть на индивидуальные показатели, то новинка демонстрирует минимально необходимый уровень FPS для комфортного отображения многих требовательных игр при максимальных настройках графики в разрешении 4K Ultra HD. То есть в её способности справиться с разрешением 2560 на 1440 не возникает никаких сомнений. Конечно же, главное испытание у RX 480 ещё впереди, ведь не за горами ответный ход со стороны Nvidia в виде GeForce GTX 1060. Однако в одном можно быть уверенным уже сейчас. AMD сдержала свои обещания и выпустила отличный графический адаптер для игр и VR-развлечений с доступным для многих ценником. Больше обзоров, новостей и тестов на IT-портале Gees.com перейти можно по ссылке в описании видео. Всего вам хорошего и не забывайте подписываться на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин